всем привет ну вот муж говорил куда тебе носить новые тряпки ну вот туда на прогулку такая вот мягкая нижнейшая кофточка ну просто очень комфортная новая маечка новые штанишки с карманами ну и показаться моим зрителям у меня получается сумбурная немножко видео построены на кусочках каких-то но пока что сосредоточиться не получается вчера записала видео не смонтировала сегодня тоже не знаю ли смонтирую но в любом случае сериал ольга я досмотрела даже прослезилась в конце я бы сказала что это даже не юмор не комедийный сериал а это какая-то мелодрама что ли все закончилось хорошо и слава богу всем рекомендую на меня там нахлынули мои личные воспоминания то есть это ольга главная героиня который я вспоминаю последнее время мама двух детей получается мать одиночка а я мать одиночка трех детей были тоже такие схожие ситуации и безденежье и эта машинка которая ездила в ванной по полу и вот это вот сушилка раскладная знаете и многое-многое другое о чем я сегодня не вспомню уже может быть вспомню просто я вчера хотела на машине все это прокомментировать то встретила соседку расстроилась из-за своего плохого английского и забыла что хотела сказать а потом уже какое-то такое настроение было что даже видео не смонтировала вот и что хочу еще сказать у меня же facebook был заблокирован некоторое время чем я включая телефон и на телефоне сообщения эта страница этот аккаунт этот профиль удален искусственным интеллектом потому что якобы я там размещал запрещенный контент я была в таком шоке знаете потому что очень редко особенно вот сейчас последнее время я размещаю что-либо на фейсбук и стало это не интересно на youtube я хотя бы зарабатываю какую-то копеечку на фейсбуке ничего но одно время продолжительное время пару лет назад то есть с момента как я уехала в штаты ну и в принципе до этого когда фейсбук только появился ну мы там размещали какие-то такие фотографии рабочие где-то мы были на съемках увидели что-то интересное например в горах либо не знаю берем интервью с какими-то известными людьми эти фото мы размещали вот когда началась война я до писала такие жесткие посты знаете за мир естественно критиковала правительство не важно какое критиковала потом я эти посты закрыла решила что мой моя страница будет мирный что они там нашли я даже не подозреваю не могу просмотреть контент потому что фейсбук его удалил хотя бы они сделали этот контент видным для меня чтобы я осознала свою ошибку но я даже не понимаю за что этот контент был удален и мне написали также на странице что если нарушение будут продолжаться то у меня и вовсе на фейсбук заблокирует я не очень-то этому расстроилась вот по ютубу пока предупреждений не было те фотографии которые есть на на фейсбук они у меня сохраняются в компьютере что касается ютуба все эти видео также можно скачать и сохранить себе вот и на youtube я ничего такого особенного не говорю особенно жесткого так что сейчас же в мире вообще такая тенденция что в принципе было бы желательно всем закрыть рот кто не согласен с официальной позиции да ну скажем так по этой модной болезни которая бушевала два года назад возможно поэтому меня фейсбук предупредил причем так я прочитал это сообщение все-таки пытаюсь зайти к себе в профиль и моего профиля нет сегодня зашла из телефона из компьютера и у меня висит сообщение по вашему профилю нарушения нет то есть мой профиль все еще есть на фейсбук но будьте предельно внимательны причем иногда фейсбук блокируют допустим на неделю либо на месяц как я знаю а мне написали что мой профиль вообще удален навсегда представляете я так немножко была в шоке думаю то пофиг потыкала потыкала в телефон так чтобы я расстроилась знаете вау столько работы у меня же там реклама я же такие деньги получала мне уже там три миллиона подписчиков хотя у меня на фейсбук всего лишь ну не знаю до трехсот подписчиков не дотягивает потому что с наступлением войны я опять же половину своих подписчиков удалила заблокировал потому что они вели себя очень агрессивно то есть на своих страницах высказывались некорректно я решила что не должна все это видеть и сама этих вот моих подписчиков заблокировал вот такое вот было вступление едем на машине мне понравилось ездить на машине не знаю бензин конечно на бмв очень дорогой здесь ехать две минуты поэтому надеюсь что мы от этого особенно не обеднеем еще что боже мой сейчас машине скажу так непривычно я сажусь в машину и сначала не понимал все что происходит что за звук подозрительный такой едва едва уловимый звук потом чувствую мое кресло двигается и я ничего особенно не настраивала я меня очки а оказывается бмв такая умная машина там есть блок памяти и видимо я его нечаянно тыкнула каждый раз когда я сажусь в машину сидение становится на свое место потому что когда я выхожу из машины но обычно я обычно его отодвигать чтобы не было удобно выйти из машин гуся крышу поднимаем он уже в принципе привык не так шарахается но когда я крышу закрываю то ему еще немножко страшно потому что сейчас крыша от него едет а когда закрываю то наоборот я надела сегодня браслет вообще-то я к ним не привычная но мне ужасно нравится когда у других женщин на руке браслетики поэтому я решила и сама поносить кстати зеркало тоже на место едет как будто она меня чувствует эта машина причем вот тоже нужно настроить вот блок памяти да я вообще ничего не настраивала что что ты меня лапочкой я сейчас еще все еще поздно просыпаюсь мне это не устраивает потому что муж домой возвращается поздно он сейчас работает а я не могу без него заснуть не нужно все контролировать неспокойнее когда он уже на пороге вот он вчера явился пол третьего ночи я ему позвонила говорит я уже в городе сосед наш пашу собачка сзади не видно я вижу здесь по задняя камера мне показать вот я ему позвонил он говорит я в городе еду за сигаретами и домой говорит осталось сделать еще последние 10 долларов ну я уже успокоилась что он в городе полезла в ванную в 3 часа ночи и боже мой как же скучно мы стали с ним жить я вчера гуляла с собакой и пишу ему сообщение может быть тебе купить пиво безалкогольное потому что я рассчитывала на то что куплю ему безалкогольное пиво и себе сухое вино а он мне не отвечает нет будем соки пить он же сейчас бросает дринкать среди четвертый день не капли спиртного у него во рту не было такого не было вообще на моей памяти как мы с ним живем а это эконом режим у меня стоит на машине вот здесь вот собака бегала без привязи петболь чей там уж говорю сейчас еду все время смотрю в этой зоне вот все время он или пивко или там со своим другом он с каким другом с квартирантом бухали или после работы 100 грамм святое дело как назло как на машине собак нет как сама иду так вечно у меня какие-то приключения то леса там бегала в принципе спиртное в доме водилась всегда и нужно поторопиться а если за мной никого нету нужно и постоять у него были всегда проблемы с алкоголем я об этом рассказываю и как-то его спросила друзей я об этом не знала но потом выяснилось я решила с этим бороться и вот четвертый день подряд он не пьет полиция там стоит дежурит видимо в этом бизнес-центре вот сюда мы едем мне здесь понравилось гулять вот здесь тебе и полиция и видео камеры здесь сегодня какой день вообще-то еще не помню потерялась вот а тут он говорит будем пить соки и она не прокатило понимаете а а я ему пишу причем здесь мы как бы меня алкоголиком никто не объявлял почему я с тобой должна страдать ну и он мне перезванивает говорит мне ничего не надо покупать типа если ты себе хочешь что поедь купили на я горюкова ты не сорвешься то есть я ему сказала как мне посоветовал мой сын потерпеть две недели две недели обычно ломка а потом само собой все проходит но мне муж говорит я гость не знаю ты же сама сказала надо потерпеть две недели видите как он ко мне прислушивается к моим детям и знаете я что-то буркнула ему мне так обидно стало думаю блин почему я из-за тебя должна страдать а потом взяла себя в руки у меня еще оставалась наличка я поехала в магазин и купила себе бутылочку дешевого сухого красного вина я так смотрю как будто бы в экран а глаза у меня вообще где-то там а вот камеру вот сюда уже смотреть вот и я его не пила это вино но мне надо так чтобы вино было дома я такая запаслива мне нужно чтобы дома были консервы крупы и бутылочка вина я его поставила перепрятала а дело в том что у нас с мужем общие кредитные карточки и если я что-то покупаю ой блин чё она заводишь а я на это нажала на старт и он приходит с работы все видит на компьютере и спрашивает что сегодня магазин не ездила я говорю нет чтобы он даже не знал что в доме есть бутылочка вина вот так будет спокойнее то есть решила его поддержать вот так-то такие-то дела у нас все крышу закрываем бусанин идем гулять ну посмотрим он боится вот ему и сладкий надо с ним разговаривать мама закрывает машинку на всякий случай спрятался вот и мой сладкий вот и моя таптышка все гаража хороший смелый мальчик смелый все-все-все закрываем все закрыли видишь машину закрываем еще немножко он беспокоится все идем погуляем я наверное сейчас включу английский я сейчас боюсь даже глубоко вдыхать потому что вот там вот садится солнце и я иду в ту сторону напротив солнца и вижу перекресток у меня аж першит в горле и стоит такая над дорогой метровая пыль от метра до двух то есть едет машина и за ней прямо как дым бьется вот этот вот смог я вообще не поняла в чем дело ну у нас пару дней уже нет дождей то есть это либо выхлопные газы но в принципе машины здесь должны проверяться либо это пыль от машин поднимается вверх гусик пошли сюда либо такое впечатление что где-то что-то тлеет но дышать невозможно то есть обычно весной здесь очень свежий воздух вот сейчас мы к парку подошли и более-менее я уже начинаю делать какие-то вздохи мне же затошнило на какой-то момент мне кажется что какой-то выброс произошел я не помню чтобы такое было что вообще невозможно то есть я же здесь гуляла и в жару чтобы такое было что просто сложно вздыхать вдыхать воздух понимаете воздуха нет в принципе они должны были бы поливать если уж так чтобы все это оседало на асфальт но дышать сложно это если не дай бог осматик не знаю в чем причина то есть если вот так вот мы гуляем в целях безопасности вдоль дороги нам придется подыскать какое-то более чистое место куда-то ехать подальше а все эти парки они тоже такие страшные то есть это не парки это дикий лес фух немножко так можно дышать уже сегодня тепло у нас 23 градуса было уже в шортах бегают он стоит там в футболочке в шортиках не знаю придут еще холода или нет уже не хотелось бы все равно тяжело дышать першит в горле не пойму что это то есть не могут только выхлопные газы так вонять у меня астмы нет я в принципе ну как бы нормально на все реагирую нет аллергии всякой там разной но в этот раз просто тяжело было пройти вот эту часть города будешь иди сюда все давай темнеет утки спать летят ну где они разорались парочка полетела буси все там нюхать буси ты меня слышишь нет буси ты меня слышишь бобби бобби услышал пошли пошли говорю иди ко мне видите какой послушный мальчик бобби 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 послушный мальчик какой бобби нет там же дети еще колясочка какая-то машинка может надо разобраться иди сюда там дети поразит ну-ка ко мне быстро ну-ка стоять я говорю стоять и рядом не слышится рядом сказала жива герой дышать реально нечем я ездила на работу в Вашингтон вот там люди у нас здесь хотя бы маленький поток машин ну относительно маленький час пик больше в рабочее время допустим меньше ой я задыхаюсь реально а в Вашингтоне вот я еду на работу и люди вдоль трассы переполненной там трафик стоит и они бегают это вообще по-моему задница для легких у меня кстати кто может быть разбирается все время течет левая ноздря то есть буквально вот это вот сухая нормально отсюда постоянно течет я не знаю что это такое я все время чищу промываю и через какой-то час у меня опять начинается с одной ноздрей насморк то ли это аллергия какая-то то ли гайморит уже начинается в общем не знаю что это такое причем с одной ноздрей о все мы погуляли дышать нечем но я все равно открыла окна будет ветерок хотя бы вчера все небо было в звездах люди почаще смотрите на звезды сейчас открою бутылочку вина которое я припрятала от своего муженька сяду на задний дворик там у нас лес причем вот странно что сегодня так воняет но дышать реально нечем мне все время хочется сделать поглубже вдох а я себя сдерживаю у нас же здесь провинция и вокруг сплошной лес и даже вот эти вот зеленые легкие с этим смогом не справляются я представляю что сегодня делается в Вашингтоне так что я сейчас монтировать видео на задний дворик сегодня постараюсь ответить на ваши комментарии но мне еще надо вымать дом так мужик не хочет сюда переходить передо мной Боби Боби стоп сори Боби веди себя прилично тебя не трогают и ты никого не трогай я не успеваю проехать надо дом опять вымыть муж натоптал мне когда был на выходных мне это раздражает ну и пыль уже поднакопилась тоже все еду за мной машина правда ну ничего люблю когда в доме чисто времени мало хочется сделать и то и то можно было бы сэкономить на зарядке но я не хочу я сегодня просидела опять смотрела коврик но я все равно его куплю на балкон специальные коврики продаются пластиковые такие как подсоломку плетеные из переработанного пластика что мне нравится он не выцветает не выгорает ничего не намокает там что там его промыл шлангом все и есть еще специальные из синтетики пластики именно для балкона так сейчас разверну как моя собака будет реагировать там впереди больших узор дороже грядь ривер я еду аккуратненько я еду аккуратненько а ну так я так мой Бобби даже не наорал это ж надо вот что девочка была она девочек спокойно реагирует но если это кобель здесь вот тоже собака бегала без привязи я должна ехать и оглядываться здесь и напротив я когда училась водить калитка открыта ну потому что собака выбегала тоже мой муж говорит с бусиком гуляет смотрит если калитка открыта значит может пёс бегать бестолково это те которым я правила выгула собак распечатала и в руки дала x1 безответственно вот и весной это было я нанимала себе преподавателя вождения и мы с ним едем и так белки через дорогу бегает а я аж всего боюсь первые уроки только говорю а если вдруг белка там на дороге будет что же мне делать дорогая лучше притормозить потому что ты же потом себе не простишь поэтому вот даже по таким высказываниям да это был мужчина можно судить о преподавателе хорошим преподавателем хороший человек вот как он относится именно к животным так ребятки мы уже приехали спасибо за прогулку увидимся всем пока жмите на лайки хорошего настроения да ребята вышла я на задний дворик у нас вот это вот все леса полоса здесь и там дальше дикий лес просто сплошной лес и дышать нечем трасса далеко то есть это были не выбросы от машин это какую-то фигню воздух спрыснули честное слово небо как будто бы ясное но вот прям глазам даже больно как будто знаете что то где-то тлеет потихоньку вот такой вот смог стоит противно ну зато звезды на небе но все по земле стелится звезды у меня на камере не видно к сожалению не видно самолет летит месяц в общем весь этот смог стелится по земле потому что если звезды видно значит все оно здесь внизу стоит там вот кстати вот такие знаете как проемы между деревьями это же как будто бы дымка вот там вот да неприятно конечно 1 но ничего зато вот моя сливка красавица цветет